Мазда продолжает расширять линейку кроссоверов и теперь новый CX-80 предложит больше пространства и мест для пассажиров, чем это делал представленный два года назад кроссовер CX-60. Автомобиль предлагается в различных конфигурациях с тремя рядами сидений и первоначально будет доступен с гибридными дизельными и плагин гибридными силовыми агрегатами. С европейской парочкой CX-60 и CX-80 компания Мазда заморочилась чуть больше, а не просто добавила в CX-60 галерку. До средней стойки кузова кроссоверов CX-60 и CX-80 идентичны, а дальше начинаются различия. У CX-80 более длинные задние двери, другой профиль крыши – другая форма багажных окошек. Другой задний бампер и даже другая багажная дверь – только фонари такие же, как у CX-60. Профиль у CX-80 похож на профиль американских кроссоверов CX-90 и CX-70. Но пропорции иные. У европейца задние двери кажутся более громоздкими из-за меньшей по сравнению с американцами габаритной длины. Выхлопные трубы скрыты, и это придает изяществу дизайн кроссовера, как и новый цвет кузова, мелтинг капа или плавленная медь. Штатные колеса 20-дюймовые. Пневмоподвеска не предлагается даже за доплату. На старте продаж CX-80 будут предлагать с двумя силовыми агрегатами по выбору. Искайте в плагин гибрид, сочетающий четырехцилиндровый бензиновый двигатель и электромотор. Искайте в Д. Рядным шестицилиндровым дизельным агрегатом с 48-вольтовой гибридной системой. Плагин гибридная версия на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового бензинового атмосферника мощностью 192 лошадиных сил и 261 ньютон-метра. И единственным электромотором на 175 лошадей. Максимальная совокупная отдача силовой установки 327 лошадиных сил и 500 ньютон-метра. Емкость, вмонтированная в пол кузова, тяговой 355-вольтовой батареи, 17,8 киловатт-часа. Запас хода на электротяге 60 километров по международному циклу WLTP. До 100 километров в час гибридный кроссовер разгонится за 6,8 секунд. Максимальная скорость 195 километров в час. Производитель заявляет смешанный расход топлива 1,6 литра на 100 километров. Снаряженная масса 2165 килограммов. Дизельный ESC-Active D – это рядный 3,3-литровый шестицилиндровый турбодизель на 254 лошадиных сил и 550 ньютон-метра, дополненный 48-вольтовым мягкогибридным довеском. Обеспечивает разгон от 0 до 100 километров в час за 8,4 секунды и максимальную скорость 219 километров в час. Средний расход горючего составляет 5,7-5,8 литров на 100 километров. Снаряженная масса дизельной версии – 2056 килограммов. Оба силовых агрегата совмещаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода i-Active. Mazda Intelligent Drive Select также предлагает выбор из четырех режимов движения, плюс режим электромобиль для плагин-гибрида, как уже было представлено в CX-60. Платформа CX-80 подразумевает переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и заднюю многорычажку. Максимальная масса буксируемого прицепа у Mazda CX-80 составляет значительные 2,5 тонны. С места водителя Mazda CX-80 ничем не отличается от Mazda CX-60. В салоне можно увидеть также два больших 12-дюймовых экрана для приборов и мультимедийной системы. Система обновлена и совместима с Apple CarPlay и Android Auto, а также с Amazon Alexa, если есть подключение к интернету. Кроме того, по всему салону, вплоть до задней части, использованы материалы самого высокого качества. Кроссовер имеет усовершенствованную базовую аудиосистему Mazda Harmonic Acoustics с более крупными низкочастотными громкоговорителями. За доплату предлагается премиальная аудиосистема BOSS на 12 динамиков, на два больше, чем в базовой версии. В сочетании с двумя сидениями третьего ряда, которые складываются CX-80, будет доступен с тремя конфигурациями второго ряда, включая выбор двух отдельных капитанских сидений, объединенных либо с центральной консолью, либо с проходом на третий ряд. То есть общая вместимость салона составляет 6 либо 7 человек. По словам Mazda, в третьем ряду комфортно могут разместиться два пассажира ростом до 1,70 м. Все три ряда снабжены портами USB-C для зарядки гаджетов и индивидуальными дефлекторами системы вентиляции. Кроме того, есть все системы помощи водителю последнего поколения и ряд полезных функций, таких как система 360-градусной камеры, которая также имеет интегрированную функцию Trail с режимом масштабирования для поддержки при использовании сцепного устройства. Передовые системы помощи водителю i-ActiveSense CX-80 ориентированы на пятизвездочный рейтинг безопасности Euro NCAP. На этой модели дебютируют такие функции, как адаптивный круиз-контроль под названием Cruising and Traffic Support с новой системой поддержки, не реагирующего на движение водителя, помощник во время торможения. С системой предотвращения лобового столкновения, а также удержания в полосе и новой системой предотвращения лобового столкновения. Габаритная длина кроссовера 4995 мм, ширина 1890, высота 1710, колесная база 3120 мм, дорожный просвет 170 мм. Между дверью багажника с электроприводом и третьим рядом сидений имеется 258 литров пространства. Если сложить последний ряд, то в багажное отделение помещается 687 литров, а если использовать только водительское сидение и переднего пассажира, то можно загрузить до 1971 литра. Из приятного – розетка на 1500 Вт в багажном отделении и заднее сидение, которое можно передвинуть на 120 мм, а также регулируемые спинки для большего комфорта. Мазда предлагает новый CX-80 в пяти комплектациях Exclusive Line, Hamura, Takumi, Hamura Plus и Takumi Plus. Во всех вариантах Мазда CX-80 стандартно имеет 7 сидений и 3 сидения второго ряда. Комплектации Hamura и Hamura Plus опционально доступны как шестиместные с двумя раздельными сидениями во втором ряду. В линейке оборудования Takumi Plus для второго ряда доступны два отдельных сидения с вентиляцией и центральной консоли. В Европе продажи Mazda CX-80 начнутся в сентябре. Прием бронирований стартует в мае или в начале лета. В Германии плагин гибридная версия кроссовера будет стоить от 55 350 евро за базовую комплектацию, дизельная стартует от 59 050 евро. Таким образом, Mazda CX-80 будет стоить на четыре с половиной тысячи евро дороже кроссовера Mazda CX-60 в каждой комплектации. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.